Ну что, мы спустились с самого верха, вот оттуда, помните, да, предыдущее видео? Мы шли вот так вот по серпантинчику, пришли и набрели в городок, который называется Гангрия. Городок, в котором раньше располагались самые-самые прожженные нарушители закона, которые торговали пивом, алкоголем, сигаретами. И в домах которых сейчас, возможно, живут их потомки. Маленький городочек, очень древний. Здесь практически постарались полностью сохранить архитектуру того времени. Видите, старинная церквушка, дома кирпичные. Я надеюсь, что в них довольно-таки прохладно. Вот какой-то есть небольшой магазинчик с сувенирами. Наверное, смотрите, это сделано из каких-то... Это глина. Это глина, да? Ну, очень красиво сделано. Я думал, может быть, это какой-то местный камень. Вот они пошли уже в магазинчики с сувенирчиками. И вот это вот различные частные владения. Вот такая вот, друзья, красота. Шли мы вот отсюда, сверху. Помните, ресторан мы фотографировали, снимали с прекрасным видом на озеро. Смотрите, как классно сделан гараж в доме. Но гаражики здесь все, конечно, такие узенькие. Я не знаю, как можно на Хаммере сюда было бы заехать. Да, я вот еще раз хочу повторить, что в Тиссино, если вы любите заниматься кактусами, пальмами, здесь всего этого... Здесь все это есть. Потому что прекрасный климат. И вот, смотрите, что у нас находится возле храма. Смотрите, здесь датируется 1822 год. Видимо, кто-то здесь похоронен, да, вот из известных людей, может быть, из жителей. 1850 год. И так далее. Смотрите, как классно. Какой балкончик. Малюсенькие улочки города. Которому несколько сот лет. Так. Вот, друзья, мы сейчас зайдем в храм. Там идет служба. ПЕСНЯ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь небольшой пляжик, где можно искупаться Вот, смотрите, есть почти что у каждого свой причалик И, конечно же, вот такой шикарный вид Вид из-за кана Да, сейчас я его сниму Вот я хочу понять, что же там напротив Я эту штуку уже заприметил с другого берега Друзья, напишите, что это может быть Какой-то тоже вход куда-то, но что это такое Я не понимаю, я отсюда не особо вижу Смотрите, вода настолько прозрачная, что даже видно дно Вот так вот выглядит балкончик ресторана Так, здесь написано, что на пляже можно находиться около двух часов максимально Я не знаю, конечно, как они это Ну, давай до туда дойдем, до той арки и посмотрим, что там Может быть, там тоже какой-нибудь выход есть на приватный пляж Да, здесь особо, кстати, не разгуляешься с купанием, потому что Вот этот, например, эта местность занята именно лодками Видите, здесь специальные рельсы, по которым лодки опускаются на воду И просто так здесь уже не искупаешься Отель Что написано? Отель Гардтер Интересно, сколько в этом отеле стоят комнаты Как здесь хорошо прохладно, да? Она прям во-во-во-во Здесь просто огненно Говорит, и есть современная дверь, современный вход И есть вот такая вот старинная дверь Которая непонятно куда ведется Вот чья-то приватная территория Все такое компактное, маленькое Вот, только здесь я первый раз увидел тапочки чьи-то Где? Красиво Здесь везде красиво О-о-о-о Как здесь красиво реально Есть? Есть Да, смотри, это как будто столик и стульчик Смотрите, везде такие вот перекрытия деревянные О-о-о Как прикольно, смотрите Задекорирована дверь Ее просто так сразу и не заметишь Этот прием называется Рисование Искусственный камень Делают Из Как он называет это? Из цемента Обалденные виды Я прямо здесь была уже Я вспоминаю Ты здесь была в прошлой жизни? Нет Я не была Но когда была маленькая А это не понимаешь Вообще Ну, это, наверное, все-таки Тоже одно такое Из исторических мест И одно из Известных мест Куда приезжают все Кто Посещает Лугану Такая малюсенькая дверь Здесь даже есть, смотри, какой-то магазинчик А, это ресторан О-о-о Пойдем в ресторан Надо сначала узнать Во сколько у нас будет О-о-о В этом ресторане Красивый вид, смотрите Я и говорю Вот давай смотри Дойдем вот До сюда Посмотрим расписание И вернемся сюда Или вот сюда Давай дойдем Узнаем, где Отчаливает Дойдем, где Посмотрим, где отчаливает Ну вот смотрите, например, мороженое Да, в этом ресторане Сколько стоит? Три пятьдесят Стоит Один шарик Мороженого Клубника Ваниль Карамель Шоколад Это примерно Три пятьдесят Ну сто пятьдесят рублей Один шарик А если вы хотите Вот такое мороженое То двенадцать франков Ну пятьсот рублей Пятьсот рублей Пятьсот рублей Из трех шариков Кофейное мороженое В принципе Цены Ну вот относительно Швейцарии Здесь такие же По сути в Швейцарии Везде Примерно Одинаковая цена На мороженое В районах В районе Десяти Двенадцати франков Вот Она такая Вкусная Красивая Так Пойдемте Дальше Не получаются Конечно У меня коротенькие Видео По Несколько минут О Смотрите Касса Где Можно купить Бонжорно Ну вот Отсюда Оходит корабль или через час 20 ну давай сейчас подумаем все друзья мы пошли думать когда нам отправляться домой покупаем билетики билетной кассе очень классно смотрится все друзья до следующего выпуска